Мне сложно говорить о том, что должно быть в тюрьме, потому что сама тюрьма это заведение какое-то неестественное. Мне сложно понять, как вообще можно лишением человека свободы его изменить. Ведь для того, чтобы человек изменился, сам факт изменения это уже акт свободы, а человек ее лишает. Многие думают, что там действует такой расхожий подход. Вот посидит, подумает. О чем можно думать несколько лет подряд? О преступлении человек думает максимум до суда, в самом крайнем случае несколько первых месяцев после приговора. Потом у него начинается абсолютно другая жизнь, почти что с белого листа. В психологичестве, в жизни в тюрьме я не могу сказать, что она полностью диаметральна в свободе, но как будто любые проявления человеческой активности, которые есть на свободе, они там какие-то деформированные. За несколько дней до освобождения ко мне приезжал адвокат. То есть, в лагере, приезд адвоката, свидание с родными, это событие. То есть, человек ощущает уже за несколько дней такой трепет в душе, когда подходит назначенная дата. А если это случается внезапно, в частности, как и с адвокатом, то это вызывает такое огромное психическое напряжение, после которого, как правило, человек приходит и ложится спать. То есть, у него вот настолько много высасывает этой энергии. В принципе, лагерь, он на том и построен, что он с человека высасывает жизненную энергию. Там меняется все, меняется походка, она становится медленной. То есть, планирование происходит на долгое время вперед. Потому что каждый день – это день сурка. Все происходит абсолютно одинаково. Это настолько вот набивает шаблон поведения, что любое отклонение от него вызывает бурю эмоций в душе. На свободе люди думают, что мы, зэки, отбываем там какое-то наказание, на работу как будто бы ходим, в форме там все. Зэк в лагере живет. Он заводится бытом, на него появляются какие-то домашние чувства к этому месту. Он привязывается. То есть, невозможно поместить человека на несколько лет в какое-то замканное пространство, чтобы он там не обживался. Но вот именно этому естественному чувству всячески препятствует. Когда я приехал, были еще там шкафы, какие-то кухонные столики. Ну, вот, разве что кухонные столики и сохранились. Причем, при этом какой-нибудь обычный стол, журнальный, в котором можно было сесть, письмо написать, их не было. Нам матеремчики говорили, а у вас вот есть стол кухонный, то есть, ну, за него не присядешь никак, и тем более, он себя там занят, если будет что-то заготовить себя. И так, все, пиши на корточках, на табуретке, садись за тумбочку, она же маленькая, то есть, даже руку не положишь. Каждый год шли какие-то ухудшения. Вот, я их могу составить, тут целый перечень. Везде по мелочам, но в сумме получается так, что как-то стало, ну, совсем уже не по себе. За пять лет, прямо перед освобождением, я смог-таки попасть к стоматологу. Вот, на десятке стоматолога не было вообще. Лечение происходило следующим образом. Человек приходил к умельцу, вот, то есть, мы снимались на дужку, трели из капроновой нитки канатик, вот, ну, обматывали зуб, два человека держало пациента, вот. Вот, а третий, умелец, как правило, накачанный, со всей дурью рвал эту дужку и зуб улетал. Вот, я лично такое видел. После такого влечения, одному парню, там, парализовал пол лица, ну, вроде отошел. В принципе, есть распространенное мнение среди зеков, что влечения в зонах нет. То есть, нет у всех необходимых врачей, в принципе. Вот, то есть, люди живут там много лет. То есть, как это у человека есть право на медицинское обслуживание, только врачей нет. За пять лет я могу точно сказать, что цюремщики боятся только одного – силы. Когда они видят, что человек не сгибается, когда видят, что он, жертвуя своим, там, благосостоянием, здоровью, все равно идет напролом к цели, они от него отстают всегда. То есть, им проще выразить там свои, либо садистские наклонности, либо корысть, либо там еще что-нибудь по отношению к другому, более слабому. Вот, от сильных в итоге отстают всегда. Мужество, оно же все равно вызывает волей-неволей какое-то уважение. Ну, понятно, не у всех, у кого чести нет, у кого не вызывают. Они говорят, где яна, там, благоценной подавись, там, подвозь сделайся. А есть те, кто видит, что если крепкий человек, значит, заслужил себе место под солнцем.